Я рада вас приветствовать на моем канале. 26 августа, 13 августа по старому стилю отмечается народный праздник – День Тихона Страстного, Максима в день. Согласно церковному календарю, в эту дату в храмах вспоминают богослова Тихона Задонского, а также исповедника Максима. В народе отмечают Страстного Тихона, которого назвали так потому, что в этот день совершают празднование Страстной иконы Богоматери. 26 августа было принято молиться перед Страстной иконой Матери Божьей с просьбой оградить от пожаров, от стихийных бедствий и недугов. Считалось, что она может излечить страдающих душевными недугами и помочь найти выход из сложной ситуации. Также она уберегала от порчи и сглаза. Поэтому наши предки с этой иконой обходили в Максимов день первоначально избу, а затем помещение со скотиной. 26 августа нужно было обязательно прибраться в погребах и сараях, а также заговорить с сеней от нечисти, иначе могли к зимним запасам прикрепиться осенние гнили. Чтобы защитить зерно и домашние заготовки от завистливого взгляда, окуривали их чертополохом, а после читали молитвы о береге. Считалось, что в Максимов день нужно обязательно простить обидчика и самому попросить прощения. Также сегодня запрещалось ругаться и выяснять отношения, а в ответ на оскорбление нужно было промолчать. Поэтому старшее поколение 26 августа проводило беседы с молодежью о том, что не нужно переживать из-за обид, иначе покоя в душе не будет. В некоторых селениях на Тихона было принято ходить на кладбище, чтобы помянуть умерших. Обычно несли с собой кусок пирога с ягодной начинкой и яйца. Кусочек пирога клали на могилу, а рядом одно яйцо. Все остальное съедали, поскольку нести домой с кладбища ничего нельзя. Уходили, не оглядываясь. Садились вечером за стол и ставили один лишний прибор для умерших родных. Грачи 26 августа часто устраивали пробные облеты. При виде их нужно было потереть больное место и после сдуть недуг с ладони вверх, приговаривая такие слова. «Грачи, летите, мои боли заберите». Люди верили в примету, что так болезнь вскоре отступит. На Тихона Страстнова обычно проводили обряды и ритуалы. Читали заговоры от разных соблазнов грешных. Проводили сегодня ритуал от любви к чужому мужу. Если женщина влюбилась в женатого мужчину и боится этого чувства, а также последствий своих желаний, то ей нужно было 26 августа пойти в лес и сорвать там еловую или сосновую ветку. Принести ее в свой сад и привязать к яблони головным платком, приговаривая такие слова заговора. «Как иголки не растут на яблоньке, не родятся, так пусть и мои мысли о рабе Божьем из головы удалятся. Нет мне дела до него, пусть любит лишь супруга его». Потом веточку необходимо было отвязать, а платок надеть на голову. Снять его разрешалось только следующим утром. Наши предки верили в примету, что нельзя 26 августа в день Тихона Страстного работать на земле. Считалось в народе, что такой труд не пойдет на пользу растениям. К тому же, того, кто ослушается этого запрета, ждут большие проблемы со здоровьем. А вот убирать 26 августа в сараях и погребах никто не запрещает. Главное, во время уборки заговорить хранилища от темных сил, которые могут наслать на продуктовые запасы, уничтожающую их гниль. Запрещено в этот день пожилым людям вспоминать нанесенные им обиды. Иначе они до последнего дня жизни будут мучить душу. Нельзя 26 августа пересаживать фиалки. В новой земле цветы будут негативно влиять на настроение, а также на взаимоотношения в семье. Между супругами могут возникнуть ссоры, недопонимания и недоразумения. Считается, что нельзя в день Тихона Страстнова делиться блюдом из яйца с двумя желтками, даже с близкими людьми. Тот, кто это сделает, потеряет свое счастье, благоприятные перемены в жизни, отличные семейные отношения, любовь и удачу в финансовых делах. Не стоит в этот день дарить и принимать в подарок белое полотенце. Считается, что тот, кто ему терется, может серьезно заболеть. День Тихона Страстнова вышитые ручники тоже нельзя принимать в качестве презента от незнакомого или человека, которому нет доверия. По примете, такой подарок принесет проблемы в любовных делах. По приметам, нельзя в этот день спать на двух подушках одинокому человеку, так как тогда у него возникнут неприятности в любовных делах. Появятся проблемы в общении с противоположным полом. Начнутся знакомства с лицемерами, а также свидания с меркантильными особами. День Тихона Страстнова тем, кто привык спать на двух подушках, лучше подложить себе под голову свернутое одеяло. 26 августа православные христиане почитают память святого Тихона. Известно, что он был богословом в XVIII веке. К тому же его считают одним из главных просветителей и церковных деятелей своего времени. Также 26 августа принято обходить дом с иконой Божьей Матери Страстная. Поэтому праздник соединил в своем названии имя святого и название иконы. Что же категорически сегодня делать нельзя? Нельзя сегодня работать на земле. Работа в поле, в огороде и в саду запрещена. Считается, что все виды работ пойдут не на пользу овощам, зерновым культурам и другим растениям. К тому же, согласно поверьям, это может принести серьезные проблемы со здоровьем хозяевам. Нельзя сегодня обманывать. Сегодня особенно грешно говорить неправду, скрывать что-то или клеветать. Безусловно, этот запрет действует в любой другой день. Но, как считают верующие, врать в день Тихона чревато особенно неприятными посредствиями. Нельзя сегодня завидовать. В этот день, как в принципе и в другие дни, не стоит завидовать. Постарайтесь научиться радоваться успехам других. Согласно приметам, обилие грибов сулит парной туман над лесом. Слышать 26 августа всю ночь совиное уханье – это примета, что ожидается перемена погоды. Сильный ветер в этот день предсказывает, что весь сентябрь будет дождливым. Если в этот день нет ветра, значит в течение последующих трех дней будет ветреная погода. Если подсырело в этот день сено на сеновале – примета к осадкам. Если луна рожки вниз направила – будет непогода. Если к этому дню пожелтели листья на березе – примета к скорым заморозкам. Если много грибов в день тихона – урожай хлеба будет богатым. Чем сильнее льет дождь в этот день, тем больше снега будет зимой. Если жарко 26 августа – примета, что зима будет морозной. А если холодно на улице – зима предстоит мягкая и теплая. Считается, что рожденные в этот день обладают волевым характером. Они отважные и целеустремленные люди. Умеют принимать верное решение. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Всем пока! Субтитры делал DimaTorzok